Сегодня мы с вами поговорим немножко о 20-й странице трактата Хагига. Я уже говорил, что вот последние уроки по этому трактату, их несколько всего осталось. Это будут короткие уроки. И здесь начинается уже третий перик, последний перик нашего трактата. Он весь занят исключительно чистотой, не чистотой. Правда, в конце будет немножко агады довольно интересной. И первая мишна здесь главная в каком-то смысле этого перика. Это очень длинная мишна. Обсуждающая разные строгости по отношению к кодэш по сравнению с трумой. Кодэш это, конечно, части жертвоприношений. То есть у них есть особые какие-то хумры в отношении чистоты и не чистоты. Это все в основном раввинские законы, что в каких-то вещах раввины сделали более строгим для человека, чтобы он ел что-то святое. Это неважно, коин или не коин. Есть жертвы, которые едят все евреи. И в частности, мы как раз обсуждали в этом трактате, что в каждый праздник приходили евреи в храм. И также в песах еще есть корбон песах очень важный для всех, и мужчин, и женщин. Так вот, нужно быть самому чистым, нужно, чтобы все предметы, которые ты используешь, чистые, одежда ли, или сосуды разные. Слово келим иногда значит сосуды, в смысле как посуда, или даже предметы, которыми, в том числе не только сама посуда, но вот, например, ножи, там все, что связано с приготовлением пищи, может быть, включаться. А иногда еще келим могут значить даже одежду, но все это должно быть чистым у человека, который ест святое. И, соответственно, вот есть законы, как, например, окунуть в микве разные виды, будь то одежды, или посуды, в случае, если это нужно для кодэш, или в случае для трумы. Труму едят только коины, и тоже она должна быть чистой. Сам коин должен быть чистой, и сама трума должна быть чистой, и, соответственно, одежда, и, опять же, посуда, в которой ее едят, все должно быть в виртуальной чистоте. Так вот, были установлены определенные строгости именно в отношении кодэш, то есть святых жертв, по сравнению с трумой. И этих строгостей здесь много, я не буду все их перечислять. Но вот одна из интересных деталей здесь упоминается, как окунать в микве сосуды, можно ли одни сосуды внутри других окунать. Сегодня это часто встречается, когда окунают новую посуду. Сегодня у нас есть только один вид окунания посуды, Твилат Келем, который, может быть, закон Торы, может быть, Равинский закон, как, похоже, Рамбом считает. Хотя и Рамбома есть разная интерпретация, что он имел в виду. Но, во всяком случае, есть специальный закон, что металлическая посуда, именно которую для еды используют, нужно ее окунать, когда ее купил нееврея, или сделал ее нееврея, потому что продает продавец еврей, но если сделана посуда нееврейским мастером, тоже. Поэтому сегодня почти вся посуда сделана неевреями, в фирмах нееврейских, и даже покупаешь в еврейском магазине, нужно ее окунать в новую посуду. Из металла, а также Равину добавили из стекла. Стеклянная посуда точно по Равинскому закону требует окунания. А когда появились новые материалы, как пластик, скажем, был диспут, нужно ли их окунать, а обычно не окунать в пластиковую посуду, например. Поэтому только два типа материалов – металлы и стекло. Причем интересно, что металлы тоже есть мнение, что кроме тех металлов, которые Тор упоминают, а Тор упоминает шесть металлов в отношении сосудов из медиан, медианитян. Там упоминается золото, серебро, медь, кажется, свинец, олово и железо. Так вот все остальные металлы, как, например, алюминиум сегодня и другие, есть диспут вообще, нужно ли их окунать. Если нужно, то это история или это Равинский закон. Большинство считают, что это как минимум по Равинскому закону нужно окунать, не хуже, чем стеклянные предметы. Ну, как бы там ни было, я немножко отвлекся, я просто хотел сказать, что это единственное, пожалуй, окунание сегодня, которое к нам относится. Кроме окунаний женщин, конечно, для мужа, да, это понятно, но я имею в виду, что вот из окунаний сосудов, когда-то окунали многие виды сосудов по разным причинам. Одежду, могли даже там кресло какое-нибудь, диван окунуть, да, много чего, чтобы стало нечистым, люди окунали, так что практиковалась ритуальная чистота. Для коинов это вообще было постоянно, потому что они ели все время труму. Для обычных людей это нужно было в основном во время праздников, когда они были в Русалиме, ели приношения, или в другие времена, когда нужно было есть какие-то приношения. Так нужно было следить за чистотой ритуальной, нужно было все время что-то окунать, что стало нечистым. Допустим, дохлая мышка оказалась на каком-то предмете, нужно теперь его окунать. Или, допустим, человек нечистый посидел там на кресле, всякое бывало. Но вот сегодня у нас единственное окунание посудов, Твилат Кейлем, если вы увидите в книгах Аллахи сегодня, это всегда исключительно новая посуда. Но вот что интересно, из нашей же Мишны можно выучить, по крайней мере, что в каких-то ситуациях, да, это уж не строже, чем трума, да, тут точно не относятся все строгости законов окунания для котшим, да, для святых жертв. Поэтому для новой посуды, без сомнения, все то, что разрешено в случае трумы, уж точно разрешено в случае новой посуды. Поэтому есть какие-то разрешения окунать, например, в одном сосуде сразу много, да, есть вот, например, варианты, сегодня вы увидите в миквах для Твилат Кейлем, да, в магазинах хозяйственных и в других местах есть специальные миквы, где окунают именно новую посуду. И вот там могут, например, поставить такую, как корзинку, что ли, большую, какой-то такой ящик с дырками, и в него можно накидать кучу посуды и прямо весь его так опустить под воду. И хотя все касается друг друга, но достаточно там проходит уже вода между ними, и это вполне подойдет. Не обязательно каждую посудину окунать по отдельности. Вот. И в особенности, вот знаете, есть люди, которые окунают то, что называется одноразовый алюминиевый пенс по-английски. Знаете, у нас из такой толстой фольги. Фольги делают одноразовые алюминиевые контейнеры, которые обычно используют в печи только по одному разу. Поэтому их удобно покупать. Раньше они были дешевые, 4 на доллар. Теперь они подорожали, и все подорожало. И где стоит 2 на доллар. Вот. Во всяком случае, наши женщины очень любят это использовать, чтобы не пришлось отмывать сковороду или противень. Так вот, эти одноразовые контейнеры, есть раввины, которые говорят, что их не нужно окунать, потому что они одноразовые. Но есть многие раввины, которые говорят, что окунать их нужно без брохи. Я лично следую, блин, это строгому мнению. Так вот, для их окунания не обязательно каждый день вытаскивать и отдельно окунать. Это очень долго займет. Можно взять сразу 50 или 100 и просто засунуть их всех в микву, да, под воду полностью. И вода проникает везде, этого достаточно. И это можно сделать очень быстро, это несложно. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.